Приветствую вас, Алла. Я бы вам, конечно, рекомендовал бы смотреть в сторону психотерапии, вот, вам и вашему мужу. К тому, как, совершенно очевидно, что кризис наблюдается в ваших отношениях, совершенно это очевидно, на мой взгляд. Вот. И я думаю, что вам нужно больше думать о себе. Я думаю, что вам нужно больше думать о себе. Я думаю, что вам не нужно ничего делать для своего мужа, потому что он, условно говоря, выбор свой делает, он выбор свой сделал, можно сказать, да. Вот. Он сделал свой выбор, и, как я и сказал, что он такой, достаточно неуверенный в себе и сомневающийся человек. Жаль, что вы, кто-то, к этому не прислушались, вот. То, что и вам, и ему нужна психотерапия и гармонизация отношений, вот. Но вам необходимо больше думать о себе и больше внимания, больше энергии отдавать именно о себе. Вот. Основной конфликт, который вы ощущаете, вот сейчас, на данный момент, это конфликт того, что вам больно смотреть на то, как мужчина взаимодействует с другой девочкой. Кстати, откуда вы это знаете, если он это скрывает, откуда вы знаете его переписку. И между вашей любовью к нему. То есть, понимаете, вот любовь, это все-таки, с одной стороны, это принятие человека, да, и готовность отпустить. Но, с другой стороны, это еще и любовь к самому себе. То есть, это может быть такое ненавязчивое, но твердое решение, что больше с этим человеком жить вы не хотите. И постановка его перед этим фактом, что больше я так не хочу, больше я так не могу, больше я так не желаю и все. Вот. И обеспечение, соответственно, этого решения. Вот, что вам нужно. Так или иначе. Так или иначе. Вот. Но вы этого не делаете. По ряду причин. По ряду причин в этого не делаете. И вот, почему вы этого не делаете, на мой взгляд, нужно выяснять. Исследовать. Да? Вот так. Я думаю. То есть, вы пытаетесь понять своего мужа. Это ошибка. Но именно стараться понять себя. Разобраться в себе. В своем отношении. К нему. И так далее. Вот. Вы говорите, что я не знаю, как себя вести, чтобы что. Как себя вести. Но сделал ваш муж выбор. Да? Значит, он больше вам не принадлежит. Это больше не ваш муж. Ну, соответственно, и вести себя нужно так, как будто вы, это больше не ваш муж. Мужчина. Вот. А вы ведете себя так? Мне кажется, нет. И вопрос. Вопрос. Выключается в том, почему. Почему вы так себя не ведете? Есть надежда, что он вернется к вам. Он так и будет жить на два фронта. С вами он получает то, что ему нужно. И от любовницы получает то, что ему нужно. Вероятно, секс. А потом пишет. Он ее хочет, как женщина. Ну. Ну и все. То есть, от ваших целей, от вашего целеполагания зависит то, как будут складываться ваши отношения. Как будут складываться ваши дальнейшие отношения. Именно от вашего целеполагания. Вот какую цель поставить себе, так все и будет. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация прозрешится. Прозрешится.